Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина. Сегодня мы продолжим вспоминать и перечислять слова, немецкие слова, которые присутствуют уже в русском языке. Это уже вторая часть. Если вы вдруг не видели первые 10 слов, то, конечно, также обращайтесь в подсказки или в описании под видео. Сегодня на очереди еще 10 слов, которые также мы между делом используем в русской речи, опять не задумываясь о том, что они немецкого происхождения. И давайте сразу приступим к этой десятке слов. Первым словом я назову бухгалтер, и в голову приходит, что это профессия, человек, который почитывает или делает те или иные счета. Если подробно разобрать по частям это слово, то частичка бухг будет эта книга, а галтер держатель, и дословный перевод получится держатель книги. Но в русском языке такового слова нет, и он используется именно в направлении профессии. Второе слово будет слово ванная. И да, здесь ничего нового, неудивительного, даже разбирать это слово не надо. Произношение немножко другое, но значение то же самое. То есть ванная на немецком, ванная на русском. Третье слово будет вафель, и также ничего особенного в нем нет, но оно немецкого происхождения. Немножко произношение другое. Слово вафель переводится как вафля. И четвертое слово мало чем отличается от предыдущих двух, так как оно состоит из одного слова, и имеет абсолютно тот же самый смысл, что и в русском языке слово курорт. Ну вот мы уже переходим к пятому слову. Оно звучит как полтергайст. И первая частичка этого слова будет полтер, это будет как грохотать, стучать. И гайст это, то есть, призрак, дух какой-то. То есть, объединяя все в одном, мы получаем то самое значение полтергейста, который невидимый дух что-то стучит и скрипит в доме. Ну вот уже и седьмое слово, которое звучит как шлагбаум. И опять, если разобрать это слово по частям, то частичка как шлаг, слово шлаг, это будет удар и баум, дерево. То есть, опять дословный перевод будет как удар дерева, удар деревом. Следующее слово у нас будет брудершафт. Мне кажется, все его знают, но немногие имеют представление, как же оно точно переводится. Это слово немецкого происхождения, и первая часть его будет переводиться как брудербрат, а вторая шафт это стержень, ствол. И дословный перевод, конечно, его будет стержень брата, но значение на самом деле это будет братство. То есть, когда пьют на брудершафт, они связывают свое братство, братан. Следующее слово штиль, оно также немецкого происхождения, и звучание, и перевод абсолютно идентичное, что штиль это тишина, спокойствие, также есть глагол штилень, то есть успокаиваться. И закончу я это слово последним завершающим в моем списке шприц. Значение то же самое, что и в русском, то есть, грубо говоря, этот вот укольчик идет, но также есть производящий от этого существительного, есть глагол шприцень, то есть брызгать. Вот и закончилась еще одна десятка немецких слов в русском языке. Также, если вам было полезно, интересно, дайте мне об этом знать, и будет, значит, третья часть. А всех хочу поблагодарить за этот просмотр, и всем пока-пока!